Здравствуйте, друзья мои! Я вас приветствую на канале Просто Училка. С вами Елена Владимировна. И сегодня мы с вами готовимся к ВПР. Уже по русскому языку. Для 4 класса мы будем готовиться. Давайте, ребят, я вам разберу этот ВПР подробно, расскажу, что и как делать, и в конце обязательно дам рекомендации, над чем вам нужно поработать. Радеете ли? Смотрите, ребят. Конечно, вы тоже смотрите. Итак, приступим. Видите, на столе лежит листок, написано номер 2. Почему нет номера 1? Потому что это, друзья мои, диктант. Я его сейчас вам отдельно вырежу. Прочитайте его, пожалуйста, и посмотрите, что думаете. Там я вывешу рекомендации. А теперь давайте, ребята, делаем второй номер. Давайте найдем в тексте предложение с однородными сказуемыми. Подсказываю, мы будем с вами искать глаголы. Давайте. Высоко взлетают голосистые певцы и поют. А вот мы и нашли два глагола. Это как раз и будут однородные сказуемые. Потому что они относятся к одному и тому же слову, к слову певцы. Певцы что делают? Взлетают. И певцы поют. Давайте выпишем его. Вот мы, ребята, выписали с вами предложение с двумя глаголами. Они родились глаголами, а в предложении они работают сказуемыми. Кто кем рождается и кто кем становится в их жизни, в жизни словесной. Я вам сейчас подсказочку вывешу. Вот даже галочку себе поставлю, чтобы не забыть. Расскажу, как разобраться, что части речи, а что члены предложения. Итак, давайте подчеркнем. Справились, подчеркнули однородные сказуемые. Если сказуемого больше одного, такие сказуемые, как и другие члены предложения, называются однородные. Едем дальше. Нам нужно выписать из текса шестое предложение. Давайте выпишем. Итак, друзья, мы выписали. Вот оно. Вы посчитали, а я написала. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Что нужно сделать? Во-первых, подчеркнем в этом предложении главные члены. Давайте. Я подчеркиваю фломастером, чтобы вам было виднее. Вы, конечно же, будете подчеркивать карандашом. И по линейке желательно, да? А что такое главные члены предложения? Это вы читаете любое предложение и ищете, какое слово отвечать на вопрос «кто» или «что». Вот «кто»? Они. Смотрите. Они. Это и есть подлежащее. Давайте подчеркнем. Подлежащее одной черточкой подчеркиваем. А что они делают? А они поют. А это как раз будет сказуемое. Что делает подлежащее? Это и будет сказуемое. Двумя черточками подчеркнем. Слишком жирный фломастер у меня. Ну, вы видите, что это две черточки, да? Едем дальше. А теперь над каждым словом надо написать, какой частью речи оно является. Тут надо примерно помнить про части речи. Это несложно. Давайте напишем. «Они». Помните, была такая часть речи? Она указывает на что-нибудь, но не называет это что-то. Такая часть речи называется «местоимение». Напишем «мест». «Поют». Что делают? А это, конечно, глагол. Я вот здесь подписываю. А вы в ваших бланках будете вот здесь аккуратно ручкой писать? У вас место будет. «В». Что за слово такое «в»? Оно само по себе ничего не значит, но оно связывает два слова. «Поют» и «дружном». Такие маленькие слова называются предлоги, которые связывают два слова. Видите? Дальше. «В дружном». «В каком?» А если слово отвечает на вопрос «какой?», «чей?», помните? Это прилагательное. «В дружном хоре». «В ком?», «в чём?». «Хор». Это слово отвечает на вопрос «кто или что?». Значит, это существительное. Вот я стрелочку сюда написала. «В хоре лесных». «Лесных каких?» А раз «каких», значит, это, конечно, прилагательное. И опять я стрелочку написала. А вы наверху напишите, у вас места хватит. Лесных птиц. «Птицы» – это ведь кто что? Значит, это типичное существительное. Разобрались. Едем дальше. Посмотрите, ребята, на задание. Нужно знать, как ставится ударение. Я вам вывешу небольшой списочек. Он неполный. Но вы всегда можете найти, как правильно ставить ударение в интернете. Информации очень много. Посмотрите, поищите. Ничего сложного тут нет. Итак, алфавит. Конечно, на «и» падает ударение. «Брала». Некоторые говорят «брала». Это неверно. Конечно, брала. Вот почему вас и ловят здесь. «Занята». На последний слог здесь падает ударение. «Они занята». «Я занята». Вот сюда. И «километр». Конечно, «километр». Хотя есть личности, которые говорят «километр». А мы будем говорить правильно «километр». Давайте дальше пойдем. Мы должны найти слово, в котором все согласные звуки звонкие, и его выписать. Вот смотрите. «Звонкие» – это те, которые с голосом мы говорим. Я сейчас покажу. Например, «б». Если вы это «б» скажете шепотом, вы будете потрясены. Оно превратится в другой звук. Давайте покажу. «Б». А теперь шепотом «п». «П». Чувствуете? Получилось «п». Или, например, звонкое «з». «З». А теперь шепотом скажите. Сами скажите «з». Шепотом «с». Получится «с». Чувствуете? Вот нам найти нужно как раз такое слово, где все согласные звонкие, то есть мы все согласные произнесем именно с голосом. Итак, «по» не считается за слово. «Скатом». Давайте разбирать отдельно. «С». Без голоса значит «глухая». Значит, нам уже не подходит, нам нужно все звонкие. Дальше. «Оврага». «В». Да, с голосом говорим. «Р». 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 Она всегда звонкая. С голосом, конечно, говорим. «Г». «Г». Конечно, звонкая. Поэтому мы вот это вот слово и выберем. А теперь мы так и выписываем это слово, как оно выглядит в самом предложении. «Оврага». Выпишем. В этом задании в пятом всегда произносите для себя. С голосом звучит или шепотом звучит. И тогда вы с тобой будете знать, где у вас звонкие согласные. Идем дальше, ребята. Вот, друзья, началось. Вам нужно прочитать вот этот вот текст. Здесь вы просто спокойно его читаете. Я не буду вам мешать. Вот, остановите на паузу и прочитайте его. Дальше будут задания. Читайте шестое задание. Что хотел сказать автор-читателю? Нужно определить и записать основные мысли текста. А если вы почитали, то вы поняли, что автор, конечно, рассказывал про памятники, ребята. А что еще автор рассказал? А где эти памятники? В России. Правильно? А он один или их много? Да, конечно, их много. Но давайте так и напишем, что в этом тексте автор рассказывает, что в России много разных памятников. Посмотрите седьмое задание. Составь и запиши план текста из трех пунктов. Как писать план текста? А вы смотрите, как разделены абзацы. Давайте покажу. Видите, сколько абзацев? Вот это первый. Вот тут, видите, пустое место? Это второй абзац начинается. И видите, пустое место? Это третий абзац. Раз три абзаца. Раз, два, три. То и частей у нас будет три. Ну, давайте посмотрим, про что в первой части говорится. Про удивительный памятник букве Ё. Давайте так и запишем. Мы напишем удивительный памятник букве Ё. Второй абзац смотрим. А вот про что говорится во втором абзаце. В Псковской области есть памятник Зайцу. А давайте так просто и напишем. Памятник Зайцу в Псковской области. А в последнем абзаце что у нас есть? А вот видите, про Пушкина здесь рассказывается, как Пушкин поехал куда-то, как ему Заяц в дорогу перебежал. И псковичи, псковитяне считают, что Заяц спас жизнь нашему Александру Сергеевичу Пушкину. Может быть, так и напишем? Как Заяц спас жизнь поэту? А давайте Пушкину напишем. Ребята, чудесно, мы справились. Читаем следующее задание. Хорошее задание, интересное. Вам нужно придумать вопрос, который вы зададите своему соседу, другу из класса, чтобы понять, насколько хорошо он понял текст. Полно вариантов, ребят. Читайте любое предложение и ставьте к нему вопрос. Видите предложение? Это было плохой приметой. А давайте из него сделаем. Что считалось плохой приметой? Вот вам и вопрос. Или еще проще. Видите предложение? Вот, например, памятник букве Ё в Ульяновске. А давайте просто сделаем. Где находится памятник букве Ё? Девятый вопрос. Просто внимательно прочитайте. Это легкий вопрос. Как мы понимаем значение слова «столица» из девятого предложения? А столица – это главный город какой-нибудь страны. Например, если мы с вами в России живем, то у нас главный город Москва. А если бы во Франции мы жили, был бы Париж. А если бы мы в Англии жили, то это был бы Лондон. Столица – это главный город какого-нибудь государства. Вот и давайте. Столица – это. Так и напишем. Опять справились. Дальше едем. Очень легкое задание. Нужно заменить слово «известный» на близкое по значению слово. А это называется синоним. Это слова, которые звучат по-разному, обозначают одно и то же. Как вы по-другому скажете «известный»? Ребята, это, конечно, знаменитый. Это легкие задания. Затем в первом предложении нужно найти слово, чтобы было вот так. Так, корень, потом суффикс, потом окончание. А вот памятников, а мы его и выпишем, потому что памят – это корень. Ник – это суффикс, а ов – это окончание. Давайте так и напишем. Если вам сложно, ребят, определять, где корень, где окончание, а где суффикс, надо просто повторить эту тему. Ребята, повторите обязательно. Или мне напишите, я выложу видео. Вот сейчас поосторожнее давайте читать. Из седьмого предложения нужно выписать все имена существительные. Именно так, как они и употреблены в предложении. Давайте сначала выпишем, а потом почитаем дальше. Ну, находим седьмое предложение. Кого чего? Монумента. Запомнили. Заяц. Запомнили. Поэта. Запомнили. Итого три слова. Выписываем. Итак, монументы. Нам нужно написать про это существительное все, что мы знаем. А что мы знаем? Монумент – он мой, значит, это мужской род. Вот, напишем. Монумент – слово заканчивается на согласное мужского рода. Это склонение. А какое? Второе. В каком числе стоит это слово? Монумента или монументову? Монумента – значит, единственное число. И осталось определить падеж. Смотрим на предложение. Заяц удостоился кого, чего. А если кого, чего – это родительный падеж. Дальше. Заяц. Давайте смотреть на эту схемку и будем себе помогать. Он мой, значит, мужской род. Склонение тоже второе, потому что мужской род заканчивается на согласное. Заяц или зайцы. Один заяц – значит, единственное число. Кто что? Заяц. Если слово отвечает на вопрос «Кто что?», – это, конечно, именительный падеж. Ребят, про падежи отдельно галочку себе ставлю. Выложу я такое видео. У меня оно есть. Поэта. А здесь опять легко. Поэт. Кто? Он мой, да? Правда? Он мой, значит, мужской род. Так как заканчивается слово на согласное – поэт. Поэтому второе склонение. Они издеваются над нами, видите? Ловят вас. Поэта или поэтов. Поэта – единственное число. Теперь нужно посмотреть, какой падеж. Для этого нужно слова вокруг почитать. Вокруг слова. Что там у нас вокруг? За то, что спас поэта. Тут надо подставить женский род вместо поэта. Давайте кошку подставим. Я там видео так рассказываю. Спас кошку. Если в конце слова «у» вылезло, это точно винительный. Потому что спас поэта не всегда понятно по мужскому роду. А если вы замените в голове слово на женский род, я заменяю на кошку. Спас кошку. Вылезло «у» – это точно винительный, ребята. А вас на это ловят. Справились? Дальше делаем. Нужно выписать из первого предложения все формы имен прилагательных, с именами существительными. Прилагательные надо выписать. И указать число, род, падеж и так далее. Давайте делать. Находим прилагательные в первом предложении. В мире существует много необычных. Каких? Выпишем. Удивительных. Каких? Выпишем. И памятников, ребята, тоже выпишем. Потому что надо со словом, к которому относятся прилагательные. Поэтому памятников тоже напишем. А дальше, друзья, нам разрешают особенно сильно, не заморачиваться. Нам сказано, падеж одной из форм имени прилагательного на выбор. А у нас есть две формы. Вот необычных, а вот удивительных. Ну, кого одну? Давайте необычных определим. Итак, надо определить число необычных. Смотрим на главное слово – это памятников. Раз памятников много, значит, и необычных тоже множественное число. Напишем роды. Ребята, когда множественное число, мы не знаем, какой роды. Может, необычных мальчиков, а может, необычных девочек. Вот необычных памятников. По множественному числу вы не догадаетесь. Поэтому мы просто не будем писать роды. Так можно. А теперь нужно падеж написать. Для того, чтобы определить падеж, надо определить памятников. Главное слово. Давайте посмотрим. Много необычных памятников. Много кого, чего. А если кого, чего, это, конечно, родительный. Солнышки, чуть-чуть осталось два задания. Итак, надо выписать. С третьего предложения все глаголы в той форме, в которой в предложении они стоят. Давайте найдем. Третье предложение. Один, два, три. Смотрим. Раньше этот город назывался. Раз. В нем родился. Два. Придумал. Три. Выписываем. Три глагольчика с вами. Назывался, родился и придумал. А, друзья, здесь больше ничего делать не надо. Просто выписать. Смотрите, как просто. А теперь пятнадцатый давайте сделаем. Нужно прочитать. Вот это. И сказать, ребята, а что это значит? Любишь кататься, люби и саночки возить. Ну, тут, по-моему, все просто. Если вы любите что-то делать, то вам нужно проследить, наверное, за тем, чтобы все потом убрать. Или как-то позаботиться о том, чтобы все было нормально потом. Вот про саночки давайте. Если вы с горки съехали, вам еще хочется покататься. Ну, вам же надо саночки-то дотащить обратно наверх, правда? Или если вы игрушки раскидали. Или если вы игрушки раскидали после того, как вам нравится играть в лего. Ну, надо же собрать, правильно? Ну, мама же с работы придет или папа. Они вместе за вами будут убирать, но это нехорошо, друзья. Ну, давайте напишем, в какой ситуации. Давайте про лего, про игрушки. Любишь кататься, люби, и саночки возить будет уместно в ситуации, когда я играл. Друзья, не обязательно я. Можно написать, когда человек играл. Или что-нибудь такое. Главное, смысл передать. Друзья, сейчас по номерам расклею вам, что нужно повторить, для того, чтобы хорошо написать это ВПР. Субтитры сделал DimaTorzok А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребята, если какие-то у вас есть вопросы, обязательно не стесняйтесь в комментариях, обязательно задавайте. Я постараюсь ответить на все и выложу видео, то, что у вас не получается. И удачи вам на контрольных экзаменах. И ни пуха, ни пера. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok